Глава 17. Будущее мелочи глобального. Алекс. И все же, все это очень пугает. Сур, пугает? Но ведь можно решить эту проблему. Выход всегда есть. Откажитесь от любого проявления насилия, не принимайте принципов лич, уберите негатив в виде проявления симптомов вируса, и этот ужас не настанет. Ведь в этом случае вирусная система погрязнет в сбоях и не сможет оказывать воздействие такого уровня, которое она оказывает на вас сейчас, и движок двухмерного остановится, а вы, наконец-то, освободитесь от замкнутого круга реинкарнаций и вернетесь домой. Не говорить правды, а только успокаивать вас, означает лукавить. Сказок у вас и так хватает. Поэтому продолжу рассказывать о вашем будущем, таком, каким оно будет на самом деле. Расскажу о том периоде, который будет сопровождать вас до самого момента смены цикла, если вы не захотите избавиться от вируса. Речь снова пойдет о глобализации. Феодализм, капитализм, социализм, коммунизм – таковы политические ступени, по которым вы движетесь, и которые все без исключения есть стадии развития системы вируса, и все они прописаны в сценарии. Поэтому, хотите вы или нет, вы пройдете этот путь. Так уже было несколько раз, и в этом цикле все повторится вновь. Алекс, нас всех ждет коммунизм? Сур, да, всех. Только это будет носить иное название. Коммунизм – это эксперимент, который уже был поставлен в одном из регионов повышенного сбора питания, опробован, были сделаны выводы и внесены коррективы, и в скором времени будет предложен вам уже в масштабе всей планеты. Одним словом, коммунизм – это пробник нового строя, основой которого является глобализация. Отличительной чертой его является то, что сначала делают всех равными, но не имеющими ничего своего, чтобы затем сделать все собственностью нескольких человек, а общество полностью управляемым. Думаю, Алекс, ты уже замечаешь такую тенденцию. Но все это не важно. Вам необходимо знать главное. Как бы у вас не назывался политический строй, это всегда завуалированный вариант рабовладельческого строя. Если вы проявите внимательность и присмотритесь, то обнаружите массу подтверждений этому, а в коммунизме найдете массу признаков глобализации. Вам объясняют, что меняются схемы взаимоотношения в соответствии со сложившимися условиями существования. Но это то, что лежит на поверхности, на что перевели ваше внимание. На самом деле меняется сознание, ваше сознание, и его меняют не условия, а вирус. Не понимая этого, вы сами меняете свои условия жизни в сторону ухудшения, делая при этом, как вы считаете, наоборот. Вы слишком заигрались, принимая проекцию за реальность, вцепились в нее как в настоящее. Глобализация – это справедливость по шкале вируса. В понимании вируса – ровная плоская поверхность без выступов. Искривленная, насильственная справедливость, а значит, нарушающая первый закон создателя о ненасилии и ничего не имеющая общего с четвертым законом – законом о равенстве. Более правильное название для такой справедливости – лицемерная справедливость. Такой будет следующая ступень вашей политической системы. Следующий строй – глобализация. Но, как всегда, будет придумано красивое, завуалированное название. Изменения в вашей жизни происходят не по объективным причинам, а только тогда, когда это становится выгодным. И если в новом строе вы обнаружите, что это тоже кому-то выгодно, но не всем, то значит ничего не изменилось. Сменилась только вывеска. И это все тот же рабовладельческий строй, обернутый в новый красивый фантик. Вирус действует постепенно и очень-очень незаметно. Обладая, в отличие от вируса, возможностью тонко мыслить, вам необходимо применить это, чтобы вы смогли разглядеть, смогли поймать сам момент изменения, искривление, его направление и любые иные незаметные действия лич. Научитесь замечать мелочи, в том числе и мелочи глобального, ведь абсолютно все состоит из мелочей. Изменения происходят на невидимом глазу генетическом уровне, но дают очень серьезный результат для наступления глобализации. Глобализация и генетика неразрывно связаны и будут идти рука об руку весь оставшийся период до конца цикла. И в этот период, повторю, будет очень важна ваша внимательность и именно в мелочах. Чем глобальнее процесс, тем больше появляется мелких деталей, по которым можно понять, негативный он или созидательный. Лич совершает ошибки в том, что не придает значения этим мелочам. Он не может этого делать, так как сам груб и действует с полной уверенностью, что ваше сознание уже полностью усыплено. Но вы сложнее, тоньше и способны распознать, где настоящее, а где подделка. Внимательность, она же главная сторона осознанности, поможет вам не перевратиться в стадо, в которой постепенно и целенаправленно собирают всех, а без безликой, нелюбознательной и послушной массы, чем и характеризуется стадо, глобализация, центральное управление невозможно. Будьте внимательными, но не подозрительными. Снова повторю, подозрительность генерирует тяжелую энергию. Она имеет негативный оттенок, является симптомом вируса, подменой и искривлением понятия внимательность. Точно таким же, как искривление понятия непринятия в осуждении. Научитесь видеть мелочи. Смотрите на второй план, читайте между строк, слушайте между слов. Не призываю вас искать теорию заговора, но призываю вас искать следы присутствия вируса лич и спокойно обходить их своей осознанностью. Как пример. Сахар. Сразу предупрежу, речь идет о норме потребления. Превышение нормы потребления любого продукта ведет к проблемам со здоровьем. Для работы мозга необходим сахар. Знайте, сахар не поможет вам проснуться, но это один из продуктов, мешающих спать. Вам же все чаще предлагается отказаться от него совсем или перейти на сахарозаменители. Но вот что интересно, практически все заменители сахара содержат в своем составе вещества, которые имеют совершенно противоположное действие, вещества, тормозящие работу мозга, отупляющие, усыпляющие его. Не странно ли? Думаете, случайно? Иногда вы поражаетесь какому-то своему глупому поступку, говоря, что вас в эту секунду как будто кто-то дернул, подтолкнул его сделать, и вы даже не поняли, как совершили что-то неправильное. В этот момент в вашем организме происходит сразу несколько изменений под управлением сущностью. И вас очень бы удивило, измеривав в это самое мгновение уровень сахара в вашей крови. Вы увидели бы значения, стремящиеся к нулю. Приведенное мной в примере не основное, что имеет отношение к глобализации. Это один из тысячи скрытых вирусов шагов, ведущих к ней. Этим примером я показал, что важен сам принцип – замечать мелочи, и что это помогает избегать неприятностей. Повторю, внимательность – одна из сторон осознанного образа жизни, который в условиях глобализации вам особенно понадобится. Вирус всегда переключает ваше внимание на изменения, происходящие на поверхности любого процесса. Но вам не стоит обращать на это внимание. Наблюдая за любым явлением или событием, нужно всегда смотреть в его корень. Вам необходимо всегда анализировать и сопоставлять получаемую вами информацию с тем, что происходит в действительности. Необходимо научиться видеть скрытые действия вируса. Скрытую от глаз деятельность вируса, связанную с мутацией генов, вы визуально не сможете обнаружить. Но проявив внимательность к тем, уже видимым, проявленным процессам, что происходит в период глобализации, вы сможете остановить дальнейшие изменения ваших генов, которые ведут в нужную для вируса сторону. Основное направление по подготовке вас к глобализации – это эксперименты по изменению массового сознания и манипуляции этим сознанием. Развитие технологий, направленных на психологическое воздействие, особенно за последние сто лет, позволяют это сделать. Но одних технологий все же недостаточно. Манипуляция сознанием в массовом масштабе возможно лишь при условии его невысокого уровня. И достигается это путем понижения уровня общего духовного фона и уровня вашей душевной энергии. В результате становится возможным стирание определенных установок в вашем сознании, что делает его полностью управляемым. При высоком уровне наполненности энергии радости, желания присоединиться к толпе отсутствует. Есть внутреннее ощущение, что все есть одно целое, но при этом присутствует понимание искусственности причины сбиваться в стадо. Сознание и душевная энергия неразрывно связаны. Поэтому чем выше уровень душевной энергии человека, энергии радости, тем сложнее достигается возможность манипулировать его сознанием и им самим. Напомню, что именно поэтому абсолютно просветленные и проснувшиеся не поддаются манипулированию и становятся помехой для вирусной системы. Это и должно послужить для вас подсказкой, каким путем можно избавиться от вируса. Теперь о том, как выглядит стирание установок в вашем сознании. Стирание установок индивидуальности. Один из примеров, как это происходит. Создается образ героя. Но в информации об этом никогда не будет акцента на индивидуальность. Будет призыв быть похожим на него. Вам не скажут честно о том, что герой первый, а это значит, он ни на кого не равнялся. Он – индивидуальность. И что вам нужно тоже быть непохожими ни на кого. Но происходит совсем иное. Вам предлагается быть таким же, как он, делать так же, как он. В результате получится масса одинаковых, похожих не на героя, а друг на друга. И все будут максимум вторыми. Но все же самое важное для движка – это то, что все станут одинаковыми при том, что программа разнообразия специализации останется внутри скафандра, что и обеспечит появление мощного внутреннего конфликта и, как следствие, обеспечит питание пиявки, но уже иного масштаба. Поясню. Что же означает программа разнообразия специализации скафандра? Это спектр интересов, вмонтированный в мозг для выполнения определенной роли. Глобализация игнорирует это, в результате чего в вас появляется ощущение нереализованности, ощущение, что вы занимаетесь не своим делом, а иногда ощущение более серьезного уровня, что вы проживаете не свою жизнь. Подробнее об этом расскажу позднее. Сценарий вируса периода глобализации таков, что человека ставят перед выбором заняться тем, что ему нравится, как говорится, что ему по душе, вдумайтесь в смысл. Но тогда его ждут препятствия и финансовые проблемы. Или он идет в посредничество, или в сферу обслуживания, подавляя душевный дискомфорт. Выбор невелик и, как всегда, состоит только из двух крайностей, где и там, и там есть негативный оттенок. Трудиться на себя, для себя возможностей не будет. Останется только возможность работать на дядю. Но на самом деле вы никогда не работаете на дядю. Вы работаете на искривление. Вы становитесь элементом в машине, искривляющей энергетические потоки. Нужно создавать свое, либо участвовать в создании, но не создавать или принимать участие в структурах, основанных на паразитизме, расставщичестве, посредничестве и управлении. Пособничая этим паразитом, становясь таким же паразитом, вы подписываете себе сами смертный приговор. Если бы вы все были бессмертны, то можно было бы не поверить в это, но вы все не вечны. А что там, за гранью вашего воплощения, вам неизвестно. Поэтому имеет смысл задуматься. Проанализируйте следующее. Ваша жизнь нормализуется не с детства. За очень малым исключением, в случае, если вы наследник. Вы достигаете этого в лучшем случае к 30 годам, но уже в 50 вас спишут с корабля активной жизни. Подумайте, разве может быть замыслом создателя, да и вообще, присутствием элементарной логики, 20 лет достатка, который невозможно унести с собой после своего воплощения. Что такое 20, пусть даже 40 лет? Можно подумать, что это делается ради детей, внуков, но почему тогда за несколько тысяч лет только 1% из 100 по-настоящему хорошо обеспечен материально? Период глобализации – самый жесткий период. Питание будет поставлено на поток. Будет включен конвейер по генерированию и выкачиванию негативной энергии на постоянной основе, с огромным количеством нервных срывов, вплоть до самоубийств. Напомню, что внутреннее разнообразие специализаций скафандров будет оставлено. При этом будет полное отсутствие этого разнообразия в выборе профессии в игре, что и спровоцирует массовость и постоянность конфликта энергии скафандра, а это уже приведет к выработке душевной боли в таком же массовом виде. Объясню, каким образом создается постоянный энергетический поток негативной энергии. К примеру, скажите, много ли среди вас тех, кто хочет быть космонавтом? А много ли среди вас тех, кто переживает, что не стал космонавтом? Если вам сказать, что вы никогда не станете им, то многие ли из вас расстроятся? Думаю, что ответ на все эти вопросы будет нет. Расстроятся, думаю, единицы, максимум несколько сотен. То есть в масштабе планеты объем негативной энергии будет совсем небольшой, а о потоке и говорить не приходится. Но если людям понизить уровень сознания до такого значения, при котором всем будет легко внушить, что им должно нравиться, то тогда легко сделать так, что всем будет нравиться одно и то же. И на фоне этого стадного чувства придумать то, что престижно, к чему необходимо стремиться, подарить надежду, применить принцип будущего и не давать этого, а давать только обещания. Тогда это уже превратится в массовый всплеск душевной боли и приобретет форму мощного и постоянного энергетического потока. Прибавьте к этому еще и нереализованный спектр интересов, вмонтированный в скафандр. Приведут вас к глобализации исключительно благими намерениями и вашими же действиями. Расслабьтесь, мы взяли на себя решение всех ваших проблем, получайте удовольствие от жизни, а мы решим за вас, что для вас будет лучшим. Это будет главным лозунгом глобализации. Но как во всех лукавых воззваниях, рядом, а в случае с движком на обратной стороне, очень мелким шрифтом будет написано «Вы отдаете нам ваше право на свободу выбора, право делать с вами все, что угодно». Это и будет настоящей причиной. Гонение на все, что выходит за рамки системы, приход к одной религии, а точнее постепенный запрет на все, с предварительным поочередным их постановочным разоблачением, все это совсем не за горами. Вы будете свидетелями этого. Вы своими руками и создадите это. Все это, как и стирание других установок, будет осуществляться путем вмешательства в гены. Но, повторю, проявив внимательность, вы сможете сделать так, что мутация ваших генов остановится. Многие из вас опомнятся, поймут, что нужно было набраться смелости и открыть истинные знания, а не идти на компромисс, пока все было хорошо, и что не нужно было бояться и действовать по принципам вируса, все дальше отдаляясь друг от друга. Вы поймете, как было важно, именно имея разные интересы, мнения или религии, понимая, что это один из источников разнообразия культур, не конфликтовать, а объединяться в усилиях по избавлению от вируса ЛИЧ. Продолжу. Стирание установок нравственных норм. Примеры того, как это выглядит. Не буду рассказывать о том, как это делается с помощью рекламы и различных шоу. Ты это прекрасно видишь, знаешь и понимаешь. Подробнее остановлюсь на другом, на том, что происходит с чувством вины. На генетическом уровне убирается чувство вины вовсе, либо как непринятие искривленного суждения, так и чувство вины гипертрофируется и превращается в гибрид негативного свойства. То есть вы снова наблюдаете две крайности. Чувство вины – правильное и необходимое чувство, не только как часть для возможности покаяния, но и позволяющее не совершать новое нарушение. Но в чистом виде это чувство теперь у вас практически уже не проявляется. В непроявленном были смешаны коды, в результате чего чувство вины, если не удалено, теперь играет роль почвы для взращивания самоуничижения. В чувстве вины в чистом виде и в самоуничижении разные векторы. Я виноват перед тобой, прости, я все исправлю. Чувство вины. Вектор внешний. Приводит к желанию исправить ситуацию, а на самом деле компенсировать нарушение. Иными словами, активируется отдел нравственности. Я виноват. Я очень плохой. Это уже самоуничижение. Кодовый симбиоз вирусного характера. Вектор внутренний, ведущий к самопоеданию и к заниженной самооценке. К тому же в самоуничижении и пониженной самооценке присутствует оправдание. Да, я такой, которое оставляет человека на месте, тормозит, как в обычной жизни, не давая продвигаться к осуществлению мечты, так и в духовной, не позволяя человеку компенсировать предыдущие нарушения, компенсировать частоту вибрации, но открывая путь к новым нарушениям. Получается, что самоуничижение – это вирусная программа-блокировка. Но на почве вины воздействием вируса образована еще и очень серьезная, тяжелая форма зависимости. Виновен – должен. Виновна – должна. Чувство долга на основе чувства вины – одно из серьезных искривлений, лишающих человека свободы. Это не является добровольным, как в первом случае, желанием исправить свой поступок и не имеет никакого отношения к понятию нравственности. Продолжу тему. Есть и другие примеры стирания установок нравственных норм. Например, разделение поколений, разлучение родителей и детей, что приводит к геноциду, к старости. Думаете, что до такого не дойдет? Ошибаетесь. У вас уже это существует. Глобализация – территория без лишних людей. Лишним человеком в этом строе является тот, кто не способен работать на систему, а это в основном люди старшего поколения. Разрыв родственных связей – очень важный этап глобализации. Лич никогда не будет действовать открыто, напрямую. Будут созданы подмены. Как пример, связь поколений скреплена любовью. Это скрепление пытаются заменить заслугами перед системой, наличием достижений, успехов. Испытывать гордость, а не любовь просто потому, что это ваши родители, деды и прадеды, ваши предки – это подмена. Все всегда завуалировано и приправлено благими намерениями и логичными объяснениями. Точно так же происходит и с разделением родителей и детей. Поначалу внешне никаких изменений почти не будет. Семейные ячейки останутся, просто внимание родителей переключат, уже переключили на зарабатывание денег, а денег не хватает все больше и больше. И вот уже родителям совсем нет времени на то, чтобы уделять необходимый объем своего внимания детям. И причина вроде бы объективны. В этот момент и появляется няня с огромным количеством информации, распыляющей сознание, интернет. Появление этого посредника между родителями и ребенком является первой ступенью по пути глобализации, по пути к отсутствию связи и взаимопонимания поколений. Ребенок, имея неокрепшую психику, бессилен перед этим посредником. Он создаст в ребенке клиповое мышление, невозможность надолго сосредоточить свое внимание на чем-то одном, неглубокое отношение абсолютно ко всему, что окружает его в реальной жизни, включая и отношение к близким. В нем создается внутренний мир, но искусственный, наполненный пустотой. Пустота – это магнит, и у ребенка появляется постоянное желание прикоснуться к этой пустоте, спрятаться в ней. Формируется своеобразный аутизм, жизнефобия. Психологи ошибаются, когда считают, что жизнь пугает детей. Реальная жизнь не пугает ребенка, она мешает ему, а эта проблема гораздо серьезнее той, что видят они. В результате ребенок, дорастая до подросткового возраста, готов делать все, что угодно, и ему не важно то, какую профессию он получит. Он готов получить любую, лишь бы ему не мешали вновь окунуться в виртуальный мир. Но выбор профессии почему-то почти одинаковый, и только тот, что предлагает, навязывает, рекламирует система. Все это имеет воздействие на подростка, потому что у него уже стерта установка индивидуальности. Стерта и установка нравственных норм, ведь все это отдалило его от родителей. Интернет – замечательное изобретение. Он – источник интересной, нужной и важной информации. Это великолепная возможность общения, особенно если вы находитесь далеко друг от друга, иногда по разные стороны земного шара. Но в ваших руках, при вашем уровне духовного развития и, конечно же, не без помощи лич, так не вовремя подсунувшим вам его, интернет превратился в еще один способ разъединить вас, способ уменьшить ваш уровень духовности. Интернет превратился в огромный склад информационного мусора, способного распылить ваше сознание, которое оказалось не готовым к такой резкой перемене. Вспомни о причине таких скачков в развитии ваших технологий, и ты увидишь много совпадений. Интернет стал еще одним источником искривления. Свалившись на неподготовленное сознание, он не сблизил вас, наоборот, он полностью вас разделил. Вы не понимаете, что обмануты. Вы, имея возможность увидеть и пообщаться со своими родными через экран монитора компьютера, телефона, думаете, что связь сохранена. Но заметили ли вы, что вы намного меньше скучаете по своим близким, имея всегда под рукой такую возможность общения? Исчезновение этого чувства и есть разрыв родственной связи. Очень важен именно близкий, живой контакт. Семья и глобализация. Семья – это маленькая индивидуальная ячейка, а значит, что в каждой семье дети будут с разными наклонностями, с разным воспитанием, разными способностями и талантами, с разнообразными желаниями и интересами. Таков замысел создателя. Но для глобализации это не подходит. Лич отрывает детей от родителей. Дети лишаются корней и становятся беспомощными в его системе и готовы схватиться за любое, что предложат. И в этот момент им предлагаются псевдоценности в виде огромного количества чего-то яркого снаружи, но совершенно пустого внутри. И вот уже готов одинаковый планктон, которым можно легко управлять, легко создавать массовые мнения, и для этого достаточно только подкинуть им очередную яркую безделушку, или при необходимости напугать таким же страшным снаружи, но таким же искусственно созданным и пустым внутри. Родители же переходят в разряд ненужного балласта, выбросить который невозможно из-за сценария. Возникнет геноцид к старости. А это есть полный переворот, сильнейшее искривление. Это дает почву для генерирования негатива, тяжелой энергии. На этой почве и возникает непонимание в семье, приводящее к ссорам и конфликтам. В любом уголке вселенной жизненный опыт удостаивается высшей степени уважения, практически наравне с духовным опытом. Это источник для сохранения истинных знаний из поколения в поколение. Вирус волнует не только сам поток душевной боли, не только его постоянство, но и концентрация тяжелой энергии. Для этого используются разные способы увеличения процента одухотворенных. Один из таких способов создается путем стирания нравственных установок. Проявляется он в формировании поверхностности взаимоотношений или, как говорят, в падении нравов, и на этом фоне возникает навязывание и пропаганда одинокого образа жизни, а также еще одного явления гомосексуализма. С привлечением внимания к нему любыми способами и объяснениями, в том числе, не удивляйтесь, его запретам. Но, как я уже говорил, настоящая цель всего этого – уменьшение рождаемости, а значит увеличение концентрации энергии душ. Способ этот присущ не только периоду глобализации. Он использовался на всех этапах, но особенно акцентированно всегда возникал перед самым распадом цивилизации, либо определенного строя. Сейчас у вас конец эпохи капитализма. И здесь важно понимать, чтобы не вводить себя в заблуждение, что конец строя всегда характеризуется не постепенным растворением, а усилением его проявления. И вам может казаться, что строй стабилен. Серьезным шагом к наступлению глобализации является еще одно целенаправленное действие вирусолич, стирание в вашем сознании границ различия между истинными ценностями и пустотой. Посмотрите внимательнее на общую картину жизни, на то, что происходит с вами и вокруг вас. Создается циничный и неглубокий в духовном смысле тип мышления. Вытесняется духовное, а значит, вытесняются и свойства духовного – любовь, доброта, сочувствие, вдохновение. Все сводится к концентрации духовного для получения душевной боли. Спектр функций души сводится к одному – душа рассматривается только как источник питания для вируса. Вытесняются и сами проявления духовного – искусство, музыка, оригинальность идей. Многие профессии духовного плана вынуждены либо вообще исчезнуть, либо перейти в разряд хобби. То есть большую часть времени человек тратит на материальное. И только в свое свободное время, которого будет все меньше, он может посвятить себя музыке, поэзии, рисованию, техническому, научному или какому-либо иному творчеству. Исчезают, а точнее вытесняются люди творческих профессий, которые живут духовным, творят в духовном направлении, делая это смыслом своей жизни. Ведь только в этом случае человек способен создавать по-настоящему энергетически сильное духовное, которое в силах достучаться до всех без исключения душ. Эффект от профессионального подхода, который требует полного погружения и большого объема времени, и того, на что не тратится и десятой доли прожитой жизни, поверьте, очень разный. Творчество переводят в понятие хобби. То, для чего вы воплощаетесь, теперь пропагандируется как второстепенное. Происходит искривление ролей. Вы не понимаете всей степени серьезности происходящего. Занимаясь творчеством в свободное от работы время, вы не сможете создать ничего серьезного. В результате никто не услышит новой музыки. Музыки не шума, не увидит новых шедевров искусства, новых изобретений. Но самым главным для пиявки является прежде всего стирание осознанности, внимательности. Пример с сахаром я уже озвучил, но он не единственный. Вы превратили интернет в технологию, которая работает на разъединении людей путем внедрения огромного количества пустой информации и тем самым распыляет сознание, делая невозможным сосредоточиться практически ни на чем. Главное, единственная цель Бога – попробовать то, что он придумал. Посмотреть посредством ваших глаз, ощутить посредством вашего скафандра разнообразие созданного им. Что интересного для него в том, чтобы смотреть, как вы половину своего воплощения ничего не видите, кроме экрана гаджета, прокрутки ленты социальных сетей. Технические новшества – продукт вашего творчества, а значит, это правильный, естественный путь. Но в зоне тяжелой энергии, в которой так не повезло вам оказаться, все искривляется. И некоторые из этих достижений ведут, как я уже говорил, к созданию у человека искусственного внутреннего мира, мира пустоты, а по сути к замещению настоящего внутреннего мира. Уровень осознанности определяется отношением к духовному. Поэтому предпринимаются определенные действия по размыванию у человека яркости восприятия. Это можно хорошо увидеть и понять на примере с музыкой. Если взять мировой музыкальный шедевр и написать еще несколько произведений, очень напоминающих его, то можно провести такой эксперимент. Если человеку, не слышавшему этого гениального произведения, дать послушать вначале его оригинал, а затем те, что напоминают его, то человек выберет оригинал. Если же поступить наоборот, дать послушать сначала варианты, а затем оригинал, то человек затруднится с выбором. Для него размоется, погаснет яркость восприятия оригинала. Для того, чтобы человек потерялся и не смог определить, что настоящее, а что есть пустое, лич создает магниты для сознания, с помощью которых смещает акценты с истинных ценностей на подделку. Расставление вирусом акцентов на свои псевдоценности происходит путем массового зомбирования, навязывания через рекламу в СМИ. Но не путайте рекламу с распространением информации. Реклама – полностью продукт вирусной системы. Ведь ее основной принцип – создание красивой обложки, а не самого продукта. То есть создание, по сути, пустоты, а пустота, как ты уже понимаешь, это сильнейший энергетический магнит. Все делается вашими же руками, но не для вашего блага. Нередко реклама имеет вторую сторону, о которой не догадываются и сами создатели рекламы. Вторая сторона служит целью посмотреть на изменения вашего уровня осознанности. Если вы побежите покупать, захотите выбирать из предложенного, согласитесь слушать то, от чего явно веет пустотой, значит вы уже не в состоянии разглядеть эту подмену. И ваше сознание уже готово к определенному виду внушения в направлении стадного чувства. Определяется это тем, какое влияние оказывает реклама. Какой процент уже не имеет нужного уровня сознания и ходит в одинаково, думает одинаково. Когда этот процент достигнет определенного уровня, тогда и произойдет полная глобализация и ловушка сработает. Есть и более жесткие проявления методов по изучению изменения массового сознания. Проводятся достаточно грубые эксперименты и ведется статистика на предмет того, какой процент населения уже не имеет своего мнения. Примените внимательность, и вы заметите постоянные эксперименты по программированию сознания. Одним из вариантов очень жесткого программирования могут служить негативные ситуации, при которых после расстрела ни в чем не повинных людей виновник заканчивает жизнь самоубийством. Все его действия полностью запрограммированы. Но это индивидуальное зомбирование для сбора определенных результатов. Программирование необходимого массового мнения делается путем воздействия через СМИ в виде постепенного, незаметного навязывания определенных мыслей, чтобы создать определенный образ, секс-символа, идеального героя, вождя или путем организации негативных событий создать образ врага. Но на самом деле все это только внешнее проявление экспериментов по изменению сознания, то есть уже следствие. На деле это внутренний процесс, начинающийся в непроявленном, направленный на изменение генов. Такие события все без исключений программируются, и нет ни одного стихийного, потому что это не заложено в построении мироздания, а значит этого можно добиться только искусственным внешним путем, либо внутренним из непроявленного, но таким же искусственным. Примером может служить создание иерархий. Глобализация – метод сдерживания хаоса. Глобализация – это период захлопывания ловушки для обеспечения того, чтобы исключить все возможности вашего возвращения домой и поставить на поток выработку негативной энергии. Глобализация – система глобального посредничества и сплошного копирования. Будут меняться только вывески для создания видимости конкуренции, для продолжения манипуляции вашим сознанием, вашими эмоциями, а за этими вывесками будут стоять одни и те же корпорации, одни и те же люди. По одной корпорации для каждого направления, одна для самолетостроения, одна для создания компьютерных технологий, одна для молочной продукции и так далее. В нормальной системе тот, кто производит, тот и владеет всеми правами и сам занимается распространением. Если точка производства и точка приобретения находятся далеко друг от друга, то просто нанимается компания, занимающаяся перевозками, но не перепродажей. Если учитывать сложившуюся у вас ситуацию, а именно такое явление, как наличие денег, то продавать может только тот, кто произвел продукт. Система глобализации – это глобальное, тотальное посредничество, а значит, происходит искривление внешнего, которое носит такой же глобальный масштаб. Вы говорите о том, что если убрать некоторые эмоции и надежду, то жизнь ваша перестанет быть интересной. Но именно к такой жизни вас ведет лич. Вы останетесь с постоянной надеждой, но жизнь ваша будет лишена разнообразия и возможности осуществить эти надежды. А разве это интересно? Вы и как скафандры, и как души – творение создателя, его часть. Поэтому и в этой безликой, одинаковой жизни вы будете находить себе что-то интересное, вы не можете иначе. Но этим будет пользоваться и пользуется лич, часто подсовывая вам пустое. Если посмотреть со стороны на то, что происходит в системе и масштабе планеты, то глобализация – естественный процесс для вирусной системы. Духовного становится все меньше, все ниже уровень духовного фона, а только духовное может творить, и вы прекрасно видите, что оригинальных идей больше не становится, вокруг только копии и повторения. Пустое не способно к творческому процессу. А что такое глобализация? Это сплошное копирование. Включите свою внимательность на полную мощность, и вы сможете сохранить свою индивидуальность, сохранить связь поколений и сохранить объем духовного в себе на уровне, достаточном, чтобы вернуться домой. Даже если вы духовно спите, внимательность можно оставить активной, сделав из нее нить, связующую вас с вашим сознанием, не позволяющую вам уснуть окончательно. А пока монстр глобализации продолжает надвигаться на вас. Уже готова огромная армия потомков тех, кто когда-то населял одну из планет двух ваших столкнувшихся систем, и теперь готовых воплотить глобализацию в новый политический строй. Алекс, нас ждет инопланетное вторжение? Сур. Все гораздо проще. Азия, эта огромная копировальная машина, станет основой глобализации, ее авангардом. Пока христиане конфликтуют с мусульманами, не понимая, что большинство из них представители одной расы, из одной секции, с одной системы, лич тем временем готовит удар в спину. И вы ничего не сможете с этим поделать, если не покинете вирусный сценарий. А при вашей разобщенности сделать это практически невозможно. Но, повторю, никого не нужно винить. Это правило вируса, по которым вы все без исключения, будучи слепыми духовно, вынужденно играете и также вынужденно будете продолжать это делать, пока не начнете вести осознанный образ жизни. Не нужно винить друг друга, искать врага, необходимо понять, что вас ввергают в сон, в обман и ссорят между собой. Никто из вас не является потомками коренных жителей Земли. Все вы гости с других планет, на которых уже давно нет никакой жизни, а каких-то и вовсе более не существует. Подытожу. Глобализация – апогей власти вируса. Это система одинаковой, серой, безликой движущейся массы ролей. Система, где люди живут одним днем, превращая все остальные мысли, выходящие за эти рамки, в надежду, и этим питают монстра. Запомните, начинать жить одним днем означает готовить себя к глобализации. Вирусный принцип, принцип будущего, тоже обретает глобальный характер. Если раньше в вас формировали надежду на период десятилетий, давая обещания, то теперь говорят о приходе новой эры, где все изменится, где жизнь станет лучше. Может меняться все, что угодно, но при наличии вирусной системы все это будет подвергаться искривлению. И пока вы не избавитесь от вируса, в вашей жизни ничего не изменится к лучшему. Глобализация – процесс несиюминутный. Для ее принятия вас подготовят, погрузив в духовный сон, перестроив работу вашего мозга, убрав в вашем сознании причинно-следственные связи путем внедрения клипового мышления. Глобализация – надвигающийся монстр, который смешает все, и сапоги будет точать пирожник. Глобализация – путь к однообразию. Замысел создателя противоположный. Приняв глобализацию, вам необходимо понимать, что вы идете против Создателя. Богу не нужно такое огромное количество одинаковых ощущений от одинаковых профессий, одинаковых мыслей, а ваша задача – собрать уникальную, не похожую ни на что коллекцию ощущений. Единственное разнообразие, от которого не откажется лечь – разнообразие способов получения питания, снабдив для этого ваши скафандры своими многочисленными симптомами. В предсказаниях о появлении Мессии информация о том, что первый будет от дьявола и объединит все, понята либо переведена неправильно. Он не объединит, он смешает все, что у вас сейчас и начинает происходить. Так что он не придет. Он уже здесь и давно. Его план большой и долгий. К примеру, миграция населения с целью смешать культуры и традиции и не путем их ассимиляции с другими культурами. Этого не произойдет, а путем разделения, превратив все культуры в маленькие островки и этим уничтожить их особенности и силу, в том числе силу и ценность преемственности поколений, уважения к опыту. Затронул тему глобализации снова по причине того, что участие в механизме глобализации и есть нарушение, искривление внешнего, и вы приклеиваетесь к этому и становитесь нарушителями. Как только глобализация перейдет в свою основную стадию, вы уже не сможете не прикасаться к ней, а значит не сможете вернуться домой. Вы продолжите реинкарнировать на Землю. И чтобы прервать этот круг, у вас останется только один способ – дождаться смены цикла, пережить апокалипсис и уже в новом цикле снова пытаться избавиться от влияния вируса. Но нет никакой гарантии, что ваши новые скафандры окажутся готовыми к сотрудничеству с вами, душами. Сейчас еще есть время, и можно успеть изменить многое, в том числе и вернуться домой до наступления катаклизма. Сейчас у вас самое начало глобализации, и жесткость этого строя вы только начинаете ощущать. Но как только он обретет силу и окончательно сформируется, вы будете поставлены перед фактом, что глобализация – это строй, где полностью отсутствует свобода выбора и свобода мнения, строй, где понятие индивидуальность приравнивается к понятию странность, строй, где правда означает предательство, строй, где желание свободы считается экстремизмом, строй, где невозможно выйти из системы, когда выход из нее будет равносилен смерти. Но вы предпочитаете не обращать на это внимание, не хотите в это верить, ведь пока у вас, как вы думаете, все хорошо. И чтобы не портить себе настроение, вы надеваете маски.